Привет всем, у аппаратов фанат хороших мультов и горных козлов. У любой вещи на нашей бредной планете есть свой фандом. И все они так или иначе делятся на части с хорошим контентом и с ужасным контентом от маленьких деток. Так получилось и с домом совы. Речь как вы понимаете пойдет именно о его фандоме, но не о всем, а только о трешовых его представителях. Перед началом хочу рассказать вам о распределении наших кандидатов по группам. А тут все просто, они распределены по платформам, на которых были найдены. А там уже по типу контента. Готовы? Поехали! А ты вообще задумывался, где будешь смотреть новый сезон Дома Совы? Нет? Тогда тебе прямиком в наш телеграм-канал. Там будут выходить новые серии Дома Совы и других мультов в нашей озвучке. А что если я хочу сам озвучивать мультики? Что ж, тогда можешь присоединиться к нашей команде. Паш, это конечно все хорошо, но где мне найти ламповую компанию, с которой можно посмотреть эти мультики? Именно для этого у нас существует DS-сервер, все ссылки в описании. YouTube Shorts Изначально идея этого видео пришла мне в голову именно благодаря ему, поэтому начать с него, на мой взгляд, достаточно разумное решение. Прикол в том, что я эти видео даже не искал там. Они сами попадались мне в реках и я их просто лайкал. Давайте же начнем. К этому видео у меня сразу несколько вопросов. Первый. Неужели я дожил до того момента, когда в YouTube Shorts начали зарождаться свои тренды? И чтобы вы знали, подобных видео с разными персонажами достаточно много. Второй. Что с лицом Эмити? И третий. Какого хрена? В принципе, в данном видео нет ничего особенного, и анимация сделана в нем добротно. Это вам не срано, Агачи. И видео даже можно назвать в какой-то степени милым. Да, и вставил я его сюда только потому, что оно первым мне попалось. Давайте же посмотрим, что там дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, как же меня бесят эти тупые эдиты. Вот серьезно, в чем их смысл существования? Я решительно не понимаю, для кого они существуют. У меня раньше была подруга, которая любила эдиты, а она почти все их лайкала в ТТ. Но знаете, чем отличаются эти эдиты от тех, которые она лайкает? Они были хоть сколько-то качественные. А этот кусок контента сделан за 5 минут в капкуте с применением 3 фильтров, непонятно для кого вообще существует. И знаете, сколько там лайков? Сто двадцать восемь тысяч. Насколько я знаю, на земле живет всего семь сотен человек. В ютуб шорт с этого меньше, я и мой отчим. Думаю, намек понят. Если вы думаете, что это плохо, вы еще не видели, что там дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автор этого видео, у меня к тебе вопрос небольшой. Ты вообще смотрел Дом Савы? Начнем с того, что Эмити слегка не 50 лет на данный момент, а чуть меньше. Всего лишь на 36. И вот сюрприз, Лус не умирала. А если вы скажете, Паш, это видео основано на теории, что Лус умрет в третьей серии, то я вам отвечу, посмотрите на данность выхода видео. И эта теория абсолютный бред. Я, конечно, все понимаю, но если главный герой умрет, то это как бы не особо понравится Диснею. Почему? А вот приведите мне пример концовки мультсериала о Дисне, где главный герой умирает. Вот и оно. Если вы скажете, что автору Савиаль не дали творческую свободу, оно может и так, и даже если Диснею будет все равно на смерть Лус, то фанаты, я уверен, сожрут Дану. Я лично поем ее печенью. Сейчас же у нас такое толерантное общество, которое ко всем якобы относится нормально. Но о какой толерантности может идти речь, пока существуют подобные видео? Не смейте ничего возражать, пока люди делают подобные видео с ориентацией персонажей мультов, которые, к слову, неправильные. Ни о какой толерантности и нормальном отношении к меньшинствам речи быть и не может. Это, кстати, и неадекватной повестке касается. Ведь что там, что там, это делают скорее не чем-то нормальным, а выделяют всеми возможными способами. А при виде таких видео меня охватывает какая-то даже обида. Вот видосов подобного плана ПДС дофига. И какие же они тупые и бессмысленные. Вот зачем оно нужно? Какой смысл они в себе несут? Непонятно. Но тут у нас еще кое-что. Вы вообще задумывались, насколько шиперы неадекватные? Я знаю, что их сейчас по-другому называют. Ладно еще шип Эмити и Лусс, это было очевидно еще с первого сезона. Ладно еще шип Хантера и Виллу, но это тоже есть намеки. С натяжкой можно назвать даже шип Ви и той девки с музеем обоснованным. Но вот это... И это не единственный пример. Фанаты шиперят короля и коллекционера. Это верх. Фанаты шиперят короля и коллекционера. И опять же, таких видосов просто море. Я бы сказал, что это процентов сорок от всего контента по Дому Савы в YouTube Shorts. Понимаете, в чем проблема? Да во всем. Это просто коротенькие, не смешные комиксы, нарисованные фанатами и вставленные под музыку. И ладно бы там была хотя бы озвучка, так нет. А еще они иногда такие кринжовые, что при виде их хочется пробить свое лицо фейс-палмами. И когда я говорил, что их много, я имел в виду, что их много. Вот еще пример. Думаю, вы поняли. А здесь претензия больше не к видео, хотя тут и шипы, и эдиты, а к авторам мультсериала, которые потакают подобным хотелкам фанатов. Для тех, кто не знает, Ви и Машенька официальная пара. И это вообще ни разу не обосновано. Вот серьезно, у них полторы совместные сцены. Но нет, давайте потакать фанатам и создавать любовные линии из воздуха. А что бы и нет, шиперы довольны, создатели при деньгах, один я тут не формал, наговариваю на хороший мультик. И кстати, это по сути не повестка, потому что Ви не человек, и в теории может принимать как мужскую, так и женскую форму. Но кого это волнует? На этом мои шорты кончаются. Ну как кончаются? На самом деле я их нашел намного больше. Но там много эдитов и милые видосики, которые мне нравятся, и поэтому я их не покажу. Ладно, на секундочку. Давайте же решим, какая платформа будет у нас дальше. О, наконец-то. Тикток. На удивление, в тиктоке в моих реках нет дома совы. Я сам в шоке. При этом там есть странные вейпы, я даже не парю. Мало этого, я даже таких запросов нигде не вбивал. Зато дом совы, который я смотрел полностью два раза онлайн, и даже искал в самом тиктоке, у меня в реках отсутствует. На кривые алгоритмы поругались, и хватит. Давайте же посмотрим, что тикток выдаст нам по запросу дом совы. Кто бы мог подумать? Миллиард эдитов. Класс. Чтобы найти что-то кроме них, мне понадобилось минуты три скролить вниз поисковую страницу. Но я не зря старался, и все же нашел кое-что. Всем привет, сейчас мы с вами будем рисовать анимешку. У них вот такое лицо. И обычно у них супер длинная шея. Например, вот так. У них рот-точка. И вот такой вот носик. Пока что получается супер мило. Теперь мы рисуем вот тут вот такие огромные глаза, потому что у всех анимешек очень большие глаза. Она у нас будет миленькая, поэтому с бликом. Вот так вот. По той же стратегии рисуем глаз. У них вот такие вот брови, потому что они все злые. И у них волосы в разные стороны. Можем даже рисовать вот так. Такая анимешка у нас получилась. Я вот пытаюсь понять, с чего я ловлю кринжа больше, с автора оригинального видео, или с этой попытки Стёба над автором оригинала. Пожалуй, все-таки со второго. Лично я ловлю с видосов со статичными картинками, по типу этого испанский стыд. Они пытаются высмеять других людей, хотя при виде этих видео, хочется смачно... Перелистнуть. Не знаю, скорее всего, это я просто слишком тупой, чтобы выкупать такой юмор. Ведь лайков у них, как правило, много. Хотя, может, их им ставят эти авторы глупых танцев в школьном коридоре под глупые песенки современных недомузыкантов. Да, я дед, и что вы мне сделаете? Я собрал команду, чтобы порешать проблемы. Едем обижаться, едем нагибать систему. С нами грудечок румяный, молодая мать. Больше не берем его, он заебаларах. С нами чернокожий парень, что чернее нет. С нами разбор действующий, 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 даже мент. Поздравляю, создатель. Ты расист, гомофоб, и ты мне не нравишься. Я искренне не хочу верить, что это видео создавал фанат. Ладно, хейтер, но это как по мнению уважения, как минимум к тому же Гусу. А еще, автор, видимо, не знает, что Дисней как бы нифига не против повестки, а наоборот пихает ее везде. И вообще, кто кого нагнул по итогу, тот и оно. А это видео получает медальку самого нетолерантного видео. Чтобы вы понимали, на руке у нее нифига не бинт, а медицинская маска. Не то, чтобы это как-то спасало ситуацию, но все же. И теперь перейдем к хрени, которая здесь происходит. Еще бы они работали, добро пожаловать в реальный мир. Глифы не работают без крови титана. А вообще, мне это напомнило ситуацию, когда мне девочка на полном серьезе угрожала, что превратит меня в жабу. Я сначала думал, что она рофлит. И, кстати, жабой я так и не стал. А так хотелось. Важное уточнение, ей было 13 лет. Первое. Как можно задвигать что-то про кривой фотошоп под данную композицию? И второе. Мне нравится картинка с мороженым и какао. Больше сказать, в принципе, нечего. А, лаванда. Знаете, в чем прикол? У автора в названии есть ЛГБТ-флаг, и при этом он делает такие видео. Шиза. Ладно, но можно было бы хоть взять нестандартный шрифт. В принципе, здесь можно применить те же самые претензии, как и в остальных псевдо-поддерживающих меньшинство видео. Мне уже надоели подобные видосы. Они особого кринжа даже не вызывают. Но у меня есть то, что вам понравится. Как вы знаете, в ТикТоке обитает много эдиторов. А знаете, кто еще обитает в ТикТоке? Косплееры, конечно. А знаете, что еще лучше косплееров? Косплееры с бюджетом в Балтику девятку. Как я их люблю. Ах. Для разминки возьмем что-то относительно нормальное. Вы тоже сначала думали, что это косплей на Виллу? И лучше бы оно так и было. А знаете, в чем проблема? Конечно, знайте. Если бы это видео попалось у меня в рейках, то я бы даже не понял, что это про дом совы. Кстати, у автора на Аке косплеев на сове достаточно много. В каком месте это вообще похоже на Виллу? Черная футболка? И у них даже уши не настолько длинные. Трэш. Но это не единственное видео у него в данном образе. Выслушай меня. Убирайся, пока еще больше не напортила. И что с того, что вы ходите в одну школу? Это ничего не меняет. Ты только что потеряла друзей. Нет. Приобрела новых. Я могу помочь. Спасибо, Луз. Извини, Луз. Она делает глупости. И это так мило. Ты уверена? Если больно, давай я тебя понесу. Ха. Все нормально. Я тоже так могу. Где взять такую дурь? А если по правде, то для бумажного косплея это не так плохо. Правда, это не отменяет встратости Филиппа. И то, что это все может помяться или даже порваться под любого прикосновения. А на этой бумажной встратое ноте первая часть нашего обзора кончается. Вторая часть выйдет на следующей неделе. А на этом все. Поддерживайте нас по ссылке в описании. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал в ТГ и в Ютубе. Всем свежей травы. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok